Поговорим об этом с Ольгой Романовой, директором фонда «Русь сидящая». Она с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ольга, издание RTVI опубликовало видео с кладбища ЧВК «Вагнер» в станице Бакинска и Краснодарского края. На 15 января 2023 года на участке было 155 могил с именами погибших в возрасте от 24 до 60 лет. Мы сейчас видим кадры с этого кладбища. Станица располагается у реки Псекопс в 20 километрах от Горячего Ключа. Дальше цитата. «На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своем заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе». Конец цитаты. Рассказал несколько дней назад руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ольга, какое у вас впечатление от видео с таким количеством могил? Ну что ж, это все соответствует предполагаемым потерям ЧВК «Вагнер». Этим цифрам, которые озвучивает, например, Михаил Подоляк, советник, глава Офиса президента Украины. И по нашим данным, то есть примерно выживают 20%. И, конечно, это кладбище далеко не единственное. Мы видим такие кладбища, например, в Татарстане. Мы знаем, что очень многих вагнеровцев, в которых есть родственники, хоронят по месту жительства, кто хочет их хоронить, а хотят все больше и больше, потому что... Вот здесь ваш второй вопрос. Потому что отношение сейчас к заключенным, которые воевали в ЧВК «Вагнер», в России резко меняется. И оно меняется в сторону их героизации. И этому способствует не только пропаганда, а пропаганда, конечно, вовсю работает, но и то, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, поправка, уголовное наказание грозит еще и тем, кто распространяет фейки о добровольцах, дискредитирует добровольцев, то есть добровольцами считаются завербованными ЧВК «Вагнер». Это законопроект, который двигает Пригожин. И я не сомневаюсь, что он будет в ближайшее время принят. Очень резко за него взялись. То есть можно только хвалить убийц, насильников. Тот, кто забил свою мать руками, убил бабушку ради квартиры, расстрелял в семье четырех человек с беременной женой. Вот о подвигах их нужно, необходимо. И только так расследуют говорить о том, что они сделали, что они из себя представляют. Говорить нельзя. И я так думаю, что нельзя будет говорить и об их послевоенных подвигах, потому что даже Пригожин, провожая их на свободу, кстати говоря, временную свободу, и все это понимают, давая им на пустое, говорит, что я понимаю, что не все из вас справятся. Ну, он прекрасно понимает, что, конечно, преступления будут совершаться. Но, тем не менее, общество это принимает с полным восторгом. Более того, это пример, яркий пример для многих, что можно совершать преступления и нести за них никаких наказаний, а наоборот, наоборот. Что можно заказать свою родственницу, убийство своей родственницы, расстрелять семью с четырех человек с беременной женой, как недавно уехавший в Турцию черный риэлтор из Петербурга. И, в общем, даже уехать за границу и, в общем, перебраться в Евросоюз при желании. Пожалуйста. Издание The New York Times пишет, что с 24 ноября кладбище увеличилось в семь раз. Это только конкретно это одно кладбище. А в самой часовне еще есть сотни захоронений кремированных погибших. Активистки говорят, что там хоронят невостребованных погибших. А как бывших, да, уже, получается, заключенных, которые погибли в Украине, хоронят в других регионах? Есть ли у вас об этом сведения? Кто этим там занимается? Да, сведения об этом есть. Надо сказать, что это сопровождает скандалы, скандалы, когда жители небольших обычно населенных пунктов, получая тело своего там односельчанина, жалуются, что не прибыл вместе с ним военный оркестр, салют, почетный караул и так далее, и так далее. Жалуются военкомам, жалуются в медиа и всего этого требуют. И недавно это было такой очень громкий был, была ссора жителей села Ярославской области. Прибыло тело заключенного Евгения Лосева, собственного односельчанина. Он поджег дом, который готовился к выселению, и там погибли люди. И поджег он, то есть, не по пьяни, не по хулиганке, не был очень невменяемым, он поджег по заказу за 5 тысяч рублей. Он убил нескольких человек. И тем не менее, вот это исключение требовало от военкома, чтобы был почетный караул, чтобы были салюты и так далее. Такой же сейчас скандал в Хантамансийском округе. И как-то уже, если ты такому человеку не отдаешь честь, не отдаешь салют, то, в общем, уже могут тебя настигнуть очень крупные неприятности. Слушайте, ну это, мне кажется, какой-нибудь условный Пригожин, или вообще весь Кремль ликует от таких новостей. Когда удалось вчерашних убить насильников, подлецов, превратить сегодня в героев, то я не знаю, как работает пропаганда, чтобы так сильно изменить общественное мнение. Ольга, ну скажите, вот по данным Белого дома, 4000 зеков, из ЧВК Вагнер, были убиты уже в Украине. Вы говорили о 20% выживших. Согласны ли вы с этой цифрой в 4000 погибших? Или может у вашего фонда есть какая-то другая информация? Нет, я думаю, что эта цифра больше. Ну, вот смотрите, значит, по данным Михаила Подоляка, на 1 января были сняты с учета 29 тысяч человек, 29 тысяч заключенных. То есть это люди, которые уже были звербованы, и они на фронте. Значит, и это все вместе. Это и убитые, это и трехсотые, это и бежавшие, дезертировавшие назад в Россию, и сдавшиеся в плен. И также пропавшие без вести. То есть это боевые и небоевые потери. Если учесть, что сейчас, да, сдача в плен и бегство в Россию приостановилось, оно было массовым, оно было массовым совсем осенью, приостановилось из-за внесудебных казней. Если учесть, что, в общем, от трехсотых до двухсотых неналеко, ну и пропавшие без вести, это все-таки, скорее всего, убитые, то из этих 29 тысяч, ну, 30 тысяч. Я думаю, что речь идет о пяти-шести тысячах убитых. Вы знаете, Ольга, я сейчас готовлю проект, в ходе которого задаю различные вопросы обычным россиянам, которые, большинство из которых, поддерживают войну России против Украины. И у одного такого россиянина, я спросил, как он относится к деятельности ЧВК «Вагнер», гордится ли вообще имя. И он сказал, что молодцы ребята, воюют там и так далее. На что я парировал тем, что, парировал вот этой недавнейшней новостью о том, что с почестями похоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер», наемника ЧВК «Вагнер» в России, который сидел за то, что до смерти забил свою мать. На что мне вот этот респондент ответил вопросом, а вы думаете, все мамы хорошие? Может быть, он забил ее за то, что она над ним издевалась в детстве? Такие ответы, безусловно, они к анемению просто приводят. Вы знаете, в одном из эфиров, конкретно вот у нас с Ольгой, вы однажды сказали о том, что то, что произошло в российском обществе, это этическая хиросима. Хиросиму после войны и после бомбардировки отстроили. Как вы думаете, можно ли отстроить российское общество? Я думаю, да, можно. Она будет отстроена только совершенно точно не при нашей жизни. Не при моей, не при вашей. Поскольку должно все-таки пройти через именно деноцификацию, через дерасчеловечивание несколько поколений, в том числе и поколения нынешних 30-летних. Потому что есть шанс у более молодых, а не у тех, кто уже осознает, что происходит, и как-то молча это воспринимает. В лучшем случае молча, а то и участвует. Поэтому да, шанс есть, но это лет сто. Уже мы как-то пессимистично. Ольга, вы говорили о том, что часто трехсотые становятся двухсотыми, из-за того, что в ЧВК Вагнер, что не предоставляется медицинская помощь. Но при этом, опять же, тот же Белый дом сообщал, что около 10 тысяч зеков были ранены. И вот сразу интересно, а кто, где и за какие деньги их лечит? Кто этим должен заниматься? Вы понимаете, в чем дело? Очень сложно иметь дело с таким изощренным пиарщиком, как Евгений Пригожин, поскольку он показывает удивительные вещи с лечением, в том числе он показывает заключенных, которых обслуживают лучшие медики страны. Например, в Санкт-Петербурге, в клинике, которая принадлежит дочери Путина, старшей дочери Марии, и которой невозможно попасть. И эти кадры он выкладывает, да, действительно, это та самая клиника, где очень дорогое лечение. Он вывозит очень многих трехсотых на курорты Краснодарского края. Они там есть в Анапе, они там где-то лечатся. Далеко не все. Далеко не все. И, тем не менее, вот эта рекламная такая вот выставка, она существует. Я вот специально для нашего эфира оставила вам несколько еще примеров, буквально из сообщений вчерашнего дня. Собственно, мы никогда не можем сказать, что Пригожин не лечит. Он лечит. Но не всех. Мы никогда не можем сказать, что Пригожин не хоронит. Хоронит. Но не всех. Мы никогда не можем сказать, что Пригожин не выплачивает гробовые, как он обещает, или зарплату. Выплачивает. Но не всем. Вот пример. В колонии номер 29 в Самарской области некто виноградов ВВ заключил контракт на участие в СВО составляющего КВАГНР. заключил контракт и 5 декабря погиб. 9 января отделом ЗАГС администрации Октябрьского района города Ростова-Даду выдастся о смерти. 17.01. Гроб доставлен в Новотроицк и похоронен родственниками. А теперь спрашивают естественно фонд Рустидящий, а не Вагнера. Скажите, пожалуйста, как получить выплаты родственникам обещанного ЧВК при гибели? То есть вот по крайней мере с 5 декабря никаких выплат нет и может и не быть. Такие случаи тоже. Кого-то лечат, кого-то не лечат. Кому-то платят, кому-то не платят. Зависит, я думаю, что ни от чего не зависит. Ни от чего. Какую ты спичку вытащишь, короткую или длинную? Ольга, вот говоря, да, об этих там похоронах. Вы говорите о том, что кого-то хоронят, кого-то нет. Я приводил пример похорон с почестями человека, который погиб в Украине, а до этого сидел за то, что забил до смерти свою мать. Безусловно, каждый человек, каждый человек достоин того, чтобы просто быть похороненным, да, не где-то там закопанным, а похороненным. Но хоронить с почестями человека, который, да, забил до смерти свою мать, не отбыв заключение в тюрьме, согласился пойти на войну с Украиной, убивать там людей, погиб там, это не укладывается в голове. Тут интересно вот что. Возможно, у вас есть эта информация. Как на это реагируют люди, которые вот, ну, условно, на одних улицах в одном поселке или в одном городе живут с теми, кого с почестями хоронят и открывают мемориальные доски? Ну, вы знаете, если с самого начала, с самого начала все-таки жители высказывали какое-то свое негативное мнение к тому, что и возвращаются убийцы, и есть культ убийства, сейчас, во-первых, этими поправками новыми всем очень быстро затыкают рот, несмотря на то, что они еще не приняты, но люди очень быстро учатся, потому что надо затыкаться. Во-вторых, есть обзорное общее мнение в России, что заключенные, какими бы они ни были, они вместо тех воюют, кого могли бы призвать, и они пока на воле, пока на свободе. То есть пока они берут наших сыновей, а берут вместо них заключенных, то пусть и берут, и пусть их как хотят воспевать, лишь бы наших не брали. А то, что ваших в страну возьмут, об этом думать не хочется. Поэтому есть очень много причин для того, чтобы и этот порыв героизации погибших заключенных, и встречи как героев выживших заключенных, тем более, в общем, все знают, что они довольно скоро уедут назад на фронт. На фронт, да. Это вот как раз та риторика, о которой вы говорите, что не забирают сыновей, это как раз то, чем подкупает Пригожин. Он постоянно об этом говорит. Пусть едут зэки, а не едут ваши сыночки. Ольга, спасибо большое, что вы нашли время с нами пообщаться. Это была Ольга Романова, директор фонда Русь сидящая. Мы с ней поговорили о колоссальных потерях ЧВК Вагнера и зэков, которых были на стороне этой частной военной компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова